Режим самоизоляции стал проверкой на прочность для многих пар, которые живут вместе. Постоянное пребывание друг с другом в одном доме может привести к конфликтам. А ведь когда отношения только начинались, влюбленные пары мечтали, чтобы хоть на время запереть дверь и, наконец-то, остаться только вдвоем. Никуда не бежать, никого не впускать. И вот фантазия сбылась, но реальность оказалась немного другой. Как научиться жить вместе? Поговорим об этом с психологом и сказкотерапевтом Александрой Гилберт. Александра, здравствуйте. Почему мечта многих влюбленных пар на деле оказалась нелегким испытанием? Тут несколько факторов. Первый фактор – это то, что влюбленности не всегда достаточно. Нужно еще четко понимать, что такое отношения и как их устраивать. Второй фактор – это, к сожалению, нет живого примера, когда люди умеют кризисы проживать вместе. Легко быть друг с другом, когда мы в радости, но не просто быть друг с другом, когда человек находится в стрессе и не поканцывает свою злость или панику. Третий, наверное, фактор – это неумение договариваться, неумение решать конфликты, потому что однозначно другой человек не будет для нас всегда идеальным. И без этого умения, к сожалению, пары распадаются. Но иногда даже с коллегами проще договориться, чем с родным человеком. Почему так? Да, это действительно так. Это интересный вопрос. Почему? Потому что с детства так случилось, что мы воспитываемся родственники, как сиамские близнецы. То есть я имею право на тебя. Я имею право тебя контролировать. Я имею право тебя помечать. Я имею право отмечать тебя своей собственностью. Как бы это не страшно звучало. И это как в анекдоте. Мама кричит в окошко – Зина, пора домой. Ой, мамочка, я что, замерзла? Нет, доченька, ты проголодалась. И мы все знаем про наших близких, про нашего мужа. А вот к дядям было с детства всегда такое отношение. Вот к дядям, к чужой обратно, к дядям не трогай. Поэтому с чужими людьми мы бережнее, чем со своими собственными близкими. Ну а как вести себя так, чтобы к окончанию режима самоизоляции не развестись? Ага, да. Первое – это, конечно, нужно научиться уважать свои собственные личные границы и границы другого человека. И второе – по поводу этого договариваться. А что нужно делать или что не делать, чтобы чувствовать себя комфортно, когда ты со своей второй половинкой просто 24 на 7 вместе? Даже не только со своей второй половинкой. Дело в том, что мы на карантине многие оказались вместе со своими детьми, мужьями, родителями, бабушками, дедушками. И вот здесь очень важно действительно вместе сообществовать. Есть несколько правил. Первое правило – это у каждого должно быть свое место. Как бы это ни было сложно, но каждому найти свое место. Договариваться по расписанию. Я сегодня 20 минут на кухне, ты 20 минут в комнате. Ребенок, значит, в палатке играет, не знаю, там, в коридоре в больнушку. То есть нужно обязательно договориться о пространстве. Это первое. Второе – очень важно ввести систему переговоров. То есть каждый вечер организовывать такой, знаете, стол переговоров, где мы уходим правила про то, как это происходит. Ну, например, когда мама садится работать, это в 12 дня, то вы к этому времени, детки, возьмите с собой водичку, возьмите с собой какие-то печенюшки. Зачем вы придете на этот день? А через полчасика мама к вам придет и уделит вам 5-10 минут. Это, наверное, второе правило, которое важно. Третье правило. У каждого должна быть своя зона снятия напряжения, иначе просто мы друг друга, правда, можем свести с ума на карантине. Скажем, например, мужчине нужен в доме спортзал, чтобы снять напряжение, и тогда мама может взять 5 детей на кухню, почитать с ними в это время сказку или порисовать. А папа постоит на гвоздях, поприседает, позанимается спортом. Потом он уступит это место маме, и они вместе с детьми посмотрят, скажем, на крупные мультики, а мама устроит себе такую зону чула вот с книжными и свечами. Ну и, конечно, отказаться от языка осуждения и говорить языком любви, просьбами, а не упреками. И все, что в течение дня накопилось, обязательно вечером обсудить и договориться об этом уже на завтрашний день, чтобы завтрашний день прошел легче, чем предыдущий. Ну, Александра, а что делать, если конфликт уже есть? Градус отношений высок, и страсти кипят. Да, да, да. Нужно вспомнить, знаете, приказку, которую учила бабушка всех в детстве. Как ругаться подопрет, набери водицы в рот. Час продержишь, а не другой, все пройдет само собой. Воду, значит, не глотай и на брань не отвечай. Здесь очень важно действительно просто выдержать паузу, если вы чувствуете, что эмоции спят на пределе. Здесь лучше сказать, как мы разом, я сейчас злюсь, я не хочу тебя обидеть, поэтому давай мы возьмем паузу, 15 минут, выдохни, а потом поговорим и обсудим. Только когда градус пойдет, потому что эмоция может держаться не более 12 минут, дальше вы сможете поговорить там с другим. Большое спасибо, Александра, за беседу. До свидания.